Сергей Шойгу, министр обороны России, приехал на Южно-Донецкий фронт проверить, значит, свои рашистские агрессивные войска и сказал несколько вещей. Друзья, витаю вас из Киева, Барвдзес, я Самвел, украинский армянин, и это украинский YouTube с армянским акцентом, друзья. Подписывайтесь обязательно на наш YouTube, подписывайтесь на наш ТикТок, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и в целом на все пять информационных площадок, на которых мы публикуемся. Сергей Шойгу, министр обороны России, приехал на Южно-Донецкий фронт, значит, проверить рашистские свои войска. Ну и, как всегда, ему нужно было выглядеть бодрячком, а бодрячком у него не очень получается выглядеть, но там он заявил своим военным о том, что, оказывается, за пять дней, такой радостный, наполненный был, что за пять дней, значит, российские войска сбили 24 украинских самолета. Удивительная просто, конечно, информация. Все, кто знают военно-воздушный флот Украины, насколько он на данный момент немногочисленный, но при этом достаточно сильный, и такое количество просто одновременно в небе за пять дней невозможно увидеть украинских самолетов, и чушь, конечно, просто несусветная. Походу, они сбивают там где-то дроны, свои же дроны, а потом рассказывают, что это было 24 самолета. Жаль, что министр Шойгу Российской Федерации не знает о том, что если ты рассказываешь такую информацию, то тебе необходимо предъявить доказательства. Доказательств нет никаких, поэтому, а сегодня все снимается, безусловно, да, и не предоставив никаких фото и видео доказательств, эти люди, безусловно, заявляют об этом. Ну что, он приехал, вручил двум, значит, командирам именное оружие, пистолеты, поулыбались они там, он рассказал им сказки, они как детки маленькие послушали, но знаете, даже, даже российские командиры, у них, в общем, есть что-то в голове, в плане того, что они прекрасно понимают, они же знают информацию, как никто, и они знают о том, что это чушь, это сделано специально для внутреннего расистского пользователя. И, как говорят военные эксперты, один из моих любимых, Роман Светан, наш полковник в отставке воздушных войск, да, Украины, Роман Светан говорит о том, что, видимо, засела информация, вот те потери, 24 потери вертолетов засели, которые недавно были, значит, эти потери, эта информация засели в мозгу у Шойгу, и он решил эту цифру перекрыть, значит, своей цифрой 24. Вот такие они примитивные, честно говоря, честно говоря, это даже не животный уровень, знаете, это даже не на животном уровне инстинкты такие, да, и такая чушь происходит, это происходит на каком-то, не знаю, на каком-то гусеничном, и то гусеница намного мудрее, нежели министр обороны Российской Федерации Шойгу. Друзья, ну вот так вот бывает, мы влупили их 24 вертолета, сбили, и в результате Шойгу приезжает и рассказывает, что они сбили 24 наших самолета. При этом те же самые российские командиры понимают, что, конечно, это чушь, и этого нету, потому что они именно те люди, которые находятся на линии фронта, в отличие от министра обороны Украины. Вот такие вот сказки, вот такая вот российская страна, страна кривых зеркал, вот такая очередная чушь, но надо помнить, что это сделано для внутреннего российского зрителя. Будь мой орач, друзья, орачи только орач и капи меч!